Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какие дела запланированы на весеннюю неделю добра? Кому и как могут оказать помощь жители губернии? Об этом говорим сегодня и в нашей студии исполнительный директор Самарского центра развития добровольчества Надежда Титаева. И доброволец Злата Ярова. Если вы тоже добровольцы, сообщайте о своих добрых делах по телефону 202-11-22. Ну и ждем также ваших вопросов. Звоните. Здравствуйте, Надежда и Злата. Добрый день. Сначала мне хотелось бы узнать, как вы пришли к такой деятельности добровольческой. Вот что такое произошло, что вы решили заняться волонтерской деятельностью? Ну, я в свое время оказалась случайно достаточно. В нужное время, в нужном месте у педагога в образовательном учреждении, который занимается этой работой. У нас была студентка в нашем колледже, которой была необходима помощь. И пока ребята решали, какие мы можем провести дела в принципе, я просто предложила провести акцию, поддержать нашу же собственную студентку в этом мероприятии. И потом втянулись, да? Да, педагоги мою идею поддержали, одобрили. Мы собрали деньги для этой студентки, купили ей ноутбук для общения. Дальше это все уже затянуло по нарастающей. Значит, случай вас привел. Злата, вы тоже случайно попали или нет? Да, это именно получилось так. Я пришла на 12-й форум добровольчества Самарской области. Он проходил в филармонии в 2013 году, и я была там как гость, тоже образовательное учреждение. После этого, чисто случайно, так получилось, что меня попросили помочь при организации, встретить гостей, с надеждой, чтобы я была к тому времени знакома. И так осталось волонтером. А вот в вашей деятельности волонтерской есть какое-то направление? Или вы занимаетесь всем понемногу? Или что вам особенно близко, если всем понемногу? Нет, я занимаюсь всем понемногу. То есть это либо спортивное волонтерство, помощь ветеранам. Но больше всего мне нравится эта работа с детьми, то есть организация семантических площадок, выездов, игры с детьми. Да. Ну это замечательно, интересно. Скажите, Надежда, вот началась весенняя неделя добра уже. Что вы уже успели сделать? Весенняя неделя добра у нас началась с 18-го числа. У нас очень приятно в этом году совпала пасхальная неделя с весенней неделей добра. Мы как бы заканчивали пасхальную неделю нашими мероприятиями. 18-го числа у нас проходил день под общим девизом «День спонтанного проявления доброты». И мы отмечали еще 15-летие проведения акции «Весенняя неделя добра» в Самарской области. Поэтому многие организации, учреждения проводили открытия у себя на местах акции «Весенняя неделя добра». Как правило, это благотворительные какие-то концерты, уроки доброты. Это могут быть акции небольшие, направлены, опять же, просто на популяризацию добровольческого движения. Да, вот меня в вашем сообщении, вашей информации заинтересовала такая формулировка «спонтанное проявление добра». Вот что это такое вообще? Как это все выглядит? Как можно спонтанно проявить добро? Ну, на самом деле, добро именно и нужно проявлять спонтанно. Нельзя заранее запланировать, что сегодня мы будем делать добрые дела, а завтра мы никакого отношения к ним иметь не будем. Просто это мы так называем все молодежные инициативы, которые ребята могут заявить о себе в этот день, рассказать, что мы можем и готовы провести определенные мероприятия, и непосредственно получить какую-то трансляцию этих мероприятий, информационную их поддержку. Понятно. Девушки, к нам уже поступают первые вопросы от телезрителей. И вот Зинаида Михайловна интересуется, где находится фотоателье по изготовлению портретов участников Великой Отечественной войны. Я думаю, что эта тема 70-летия Победы, да, она тоже как-то отразилась в неделе добра. А вот с ветеранами вы занимаетесь, и конкретно знаете ли, где находится такое фотоателье по изготовлению портретов участников? И можете ли помочь чем-то Зинаиде Михайловне? В данном случае Зинаида Михайловна может обратиться в любое фотоателье, взяв только из общего доступа, либо из интернета, либо в администрации своего муниципального района. О, как сложно, Надежда. Интернет, значит, что-то... Либо, либо, либо. Взять просто требования к фотографиям для участия в акции «Бессмертный полк». Они, то есть, должны быть хорошо читаемы, в хорошем виде, а любое фотоателье вам их увеличит и оформит так, как положено. Ну вот, в любое фотоателье можно обратиться. Скажите, пожалуйста, Злата, как вы уже проявились в этой неделе добра, что-то сделали уже доброе в соответствии с этой акцией? Ну, в соответствии с днями. То есть, не совсем, в принципе, тематически они, конечно, проговариваются, но любую акцию можно проводить и вне темы. Поэтому в эти выходные, в субботу, во время субботника мы приняли участие и помогли городу. Да, убирали территорию городскую. Да. А конкретно что? Какую? Это территория нашего колледжа. Скажите, Надежда, вот вообще вот эта неделя добра – это традиционная уже акция, да? Она же не первый раз у нас проводится. И вообще, на что она направлена? Так скажем, вот чего вы добиваетесь, какие цели ставите, ради чего ее делаете? Ну, я повторюсь еще раз, что весенняя неделя добра – это действительно уже традиционная акция не только для Самарской области, но и для России в целом. В России она в этом году проводится в 19-й раз. В 19-й раз? Да. Мы в Самаре участвуем, как я уже говорила, в юбилейный, в 15-й раз. Для нас это очень знаково. Основная цель весенней недели добра – это популяризация и продвижение идей добровольчества. Мы говорим ребятам, молодежи в основном, ну, в том числе и неравнодушным гражданам, о том, что такое добровольчество, как они могут оказать и проявить себя, оказать какую-то поддержку. Что они могут сделать для кого-то другого, не затрагивая каких-то своих материальных ресурсов, а именно используя свое время, свое желание. Да. Скажите, пожалуйста, вот по вашему опыту, как долго вы занимаетесь уже вот этой… Десять лет. Десять лет? С ума сойти, ветеран добровольчества. Добровольцев, волонтеров становится больше? Да. Могу вам даже привести просто обычную статистику по той же самой весенней неделе добра. Если в 2000 году, когда акция только начинала развиваться, в самые первые акции у нас приняли всего лишь 300 человек участия, то по данным прошлого года участников, добровольцев, тех, кто делает добрые дела, было 400-2000 человек. Это только на территории Самарской области. А как бы с прошлого года у нас появились такие новые партнеры, и нам это очень приятно. Это несколько районов Ульяновской области, которые присоединились именно проводить свою весеннюю неделю добра под нашей эгидой. И Сакский район Республики Крым нам тоже в этом году прислал заявки. Интересно. Следующий вопрос от Марины. Отрисован Надежде, ну потому что Злата у нас ответила уже на него. Вы лично ходили на субботник? Нет, к сожалению, до субботника я еще не дошла, но я думаю, что у меня представится такая возможность. У нас 21, 22 и 24 числа наши партнеры проводят очень интересный субботник с людьми без определенного места жительства, они убирают определенную территорию. Я думаю, что на одном из этих мероприятий я поприсутствую обязательно. Злата, скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то удостоверение, которое вам выдают как добровольцу? И вообще, есть ли такая необходимость в этом? Ну, ранее выдавались личные книжки волонтеров, в которых записываются все мероприятия, на которых ты поучаствовал. И в качестве кого-то поучаствовал. И у вас есть такая книжка? Да, у меня есть книжка волонтера, я ее изрядно заполняю. Вы знаете, я ее стараюсь заполнять на самом деле, но иногда просто забываешь про нее и не успеваешь. То есть мероприятие вроде прошло, но ехать, проставлять мероприятие иногда нужно ехать, и она очень часто забывается. То есть через полгода потом ее заполняешь. А вообще, Надежда, зачем вот такие удостоверения нужны? Они могут пригодиться в дальнейшем тем же волонтерам? Ну, на самом деле, личная книжка волонтера – это такой аналог портфолио. То, что мы говорим зачастую для многих конкурсных мероприятий, для многих… Не знаю даже, как это правильно назвать. В свое время личная книжка волонтера у нас… Мы предполагали, что она будет приравнена к трудовой книжке, оцениваться трудовой стаж волонтера. Естественно, для добровольца очень важно признание его труда, когда его замечают, когда его элементарно поощряют, хвалят, говорят, что ты молодец, что ты это сделал, ты молодец, что ты принял в этом участие. И, естественно, личная книжка волонтера является вот аналогом всех достижений волонтера, всех его как раз акций, мероприятий. У нас действуют некоторые льготы, если их можно так назвать, для участников добровольческих движений. Например, мы сейчас… Ну, не мы конкретно, а администрации наши в том числе смотрят вопрос, чтобы, может быть, дать какие-то баллы при поступлении в высшее учебное заведение, в среднее учебное заведение, чтобы как-то учитывать опыт работы добровольца. Если доброволец у нас занимается уже где-то в школе, в ВУЗе, в СУЗе, как бы мы ни говорили, что это все не должно мешать учебе, все равно какие-то небольшие попустительства для него присутствуют и иногда идут на уступки. Опять же, отпускают, например, на мероприятие, на массовое, без той же самой отработки пропущенных часов. Это для ребенка уже преимущество, уже какой-то вклад. Да, Злата, а какую отдачу вы получаете, ну, кроме вот этих записей, водостоверений, вот отдачу от своей такой деятельности добровольческой? Ну, это достает удовольствие, когда ты видишь, то есть, что ты, вот, например, провел мероприятие, или ты в нем поучаствовал, и ты видишь результат. То есть волонтер, он, в принципе, в конце своей работы видит результат. Результат – это счастливые лица, там, детей, если ты играешь с детьми, это счастливые ветераны, это чистый двор. То есть вся волонтерская деятельность, она практически сразу имеет результат. И поэтому это, конечно, приносит удовольствие. Да. Вот вы сказали, Надежда, что волонтеров стало значительно больше. А с чем вы связываете, вот, по опыту, вот такой всплеск волонтерского движения? Потому что, ну да, на самом деле, на наших глазах это происходит. Ну, я думаю, что мы очень часто сейчас видим, даже со стороны нашего правительства, не только Самарской области, но и Российской Федерации, поддержку этого движения. Мы видим, что труд добровольцев, опять-таки, получает признание. Вспомните, пожалуйста, ту же самую универсиаду в Казани, вспомните Олимпийские игры в Сочи, вспомните, как многие говорили о добровольцах при бедствии на Дальнем Востоке. Опять-таки, освещение нашей деятельности в средствах массовой информации о том, что люди начинают говорить о добровольцах, это привлекает ребят, они этим начинают интересоваться. А если ты уже втянулся в эту деятельность, ну, выйти из нее достаточно сложно. Даже у нас есть примеры, когда многие ребята говорили, что да, это уже тяжело, мы больше не хотим, мы устали. Они уходили на месяц, на два, на три, но потом они все равно возвращались к нам, они все равно продолжали эту работу. Может быть, не так активно, но я еще не знаю ни одного человека, который ушел бы из добровольчества на совсем. А вообще типичный доброволец, это вот такой, как Злата, молодая девушка, или это люди есть и постарше, вот кто, с каким контингентом вы занимаетесь, из числа добровольцев, я имею в виду? Ну, в основном все-таки контингент это в большей степени молодежь, но добровольчество, оно тем и интересно, что у него нет каких-то вздрастных ограничений, как мы можем говорить, от пионера до пенсионера. У нас есть ребята из детских садов, которые активно участвуют в той же самой акции «Весенняя неделя добра». Например, одно из мероприятий в день книги, это 23 числа, один из детских садов выходит в библиотеку и помогает сотрудникам чинить детские книжки, которые специально для них уже заготовлены. Опять же, ребятам это интересно, это популяризация целого движения, ложится и в год литературы. Вот, пожалуйста, труд наших пионеров маленьких. С волонтерами серебряного возраста у нас есть взрослые уже участники, опять же, которые участвовали не только в каких-то акциях по уборке в наших областных, но тем не менее выезжали также с нами на универсиаду, на студенческие игры. И у нас есть добровольцы, которые работали в Сочи, которые активно помогают на всех наших мероприятиях. Опять же, организаторы, которые эти мероприятия проводят, уже узнают ребят в лицо, и в том числе волонтеров серебряного возраста, уже взрослых людей состоявшихся. Да, интересно. Ну, мы обозначили, и я знаю, что в неделе добра тоже есть эта тема победы, 73-й победы в Великой Отечественной войне. Расскажите об этом поподробнее. Какого числа будет проходить вот эта вот тематическая акция, посвященная Дню Победы, и что она предусматривает, собственно говоря? Ну, у нас на самом деле День Победы идет лейтмотивом по всей весенней неделе добра. Ребята могут проводить не только в запланированные дни какие-то свои акции и мероприятия. Но если мы говорим о весенней неделе добра, День ветерана проходит у нас 21-го числа. Здесь стоит отметить, что это не только День ветерана, участвовавшего в Великой Отечественной войне. У нас есть и ветераны труда, у нас есть и ветераны афганской войны, чеченских войн, локальных войн. В некоторых районах, как нам уже сообщали во время подготовки весенней недели добра, не осталось ветеранов, опять же, которых не охватили помощью уже. Соответственно, ребятам тоже интересно пообщаться с такими людьми, с такими лицами. Звонили, говорят, что мы будем проводить 21-го числа уроки мужества, но не с ветеранами Великой Отечественной войны или с лицами приравниваемыми к ним, а у нас есть ветеран-афганец, они приглашают, соответственно, его. И 21-го числа у нас проходит, как бы в рамках Дня ветерана, подготовка к акции к Единому Дню, Всемирному Дню Единых Действий, Георгиевская ленточка. Непосредственно 22-го числа в Всемирный День Земли у нас проходит еще и акция помощи ветеранам, это Георгиевская ленточка, когда ребята выходят на улицы и раздают этот символ победы всем желающим. Опять же, мы вспоминаем ветеранов. Скажите, а вот конкретную какую-то помощь и физическую, и даже, может быть, материальную ветераны смогут получить за эту неделю? Не просто кому-то ленточки раздать и еще что-то популяризировать им, как бы вот это все движение, а помочь ветеранам. У вас это предусмотрено или нет? Непосредственно адресная помощь уже идет, она идет уже достаточно давно, но это не только весенняя неделя добра. Ребята ходили, убирались к ветеранам, например, добровольческий отряд 74-й школы уже обошел практически всех ветеранов своих подшефных, которые у них уже были. Соответственно, да, они провели уборки, пообщались с ветеранами. Очень активно в этом плане работает добровольческое движение в Тольятти. Тоже ребята активно популяризируют идею помощи ветеранам, именно адресной помощи. Да, потому что вот часто говорят, что ветеранам очень не хватает общения именно. Вот не то, что там каких-то там подарков, еще чего-то, а вот общение, когда приходят дети. Ну, у нас есть опыт вот именно в процессе как бы того, что они проводят какие-то уборки. У нас, например, колледж сервисных технологий дизайна оказывает и может еще оказать ветеранам какие-то парикмахерские услуги. Ну, к сожалению, невозможно показать фотографии. Есть снимки, где именно девочки молодые делают прически бабушкам-ветеранам перед 9 мая. Это очень... Да, конечно, конечно. Ну, как бы ветеранам хочется себя тоже показать. Естественно, конечно, да. Это и процесс социализации. Мы не теряем вот эту вот связь между поколениями, что, к сожалению, можно наблюдать, когда мы живем в многоквартирных домах. Мы зачастую даже соседей не знаем. А для ребят это опять-таки опыт, опыт, который эти ветераны могут передать. Это и опыт их общественной какой-то жизни, это и опыт их борьбы, победы. А вы заметили, Злата, вы же тоже общались с ветеранами, да, что это совершенно другие люди какие-то. Вот не люди среднего поколения, не вашего поколения, а люди вот другие. Почувствовали вы это или нет? Или вам кажется, что они такие же обычные? Ну, им всегда нужно внимание. То есть, да, действительно, когда ты приходишь к ветерану, для него важно общение. У него прям вот искорки в глаза. Ну, они очень теплые, да, люди. Они всегда и встретят, и чай, и все, что могут. Даже вот вам хотят, наверное, помочь чем-то, да? Да, бывает такое. Да, 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 бывает такое. Я хочу сейчас в поддержку этой темы предложить нашим телезрителям посмотреть сюжет о том, как школьники убрались в дворе у ветеранов и как потом с ними пообщались. Ну, а потом мы продолжим наш разговор. Здравствуйте. Мы волонтеры из 144-й школы. И мы пришли вас поздравить с Днем Победы, с великим праздником. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Визит волонтеров из 144-й школы стал для Нины Герасимовны Ланченковой приятным сюрпризом. Она из тех, кто ковал победу в тылу. С 16 лет юная девушка стояла у станка и делала подшипники для танков и самолетов. Сегодня вспоминает. Трудились круглыми сутками. Времени на отдых едва хватало. Ремень падает и падает со станка. Он падал и по ногам мне. Он как снимется, как по ногам холостанет. И все, я его поднимаю, одеваю на шлейф. Вот, продолжаем дальше работу. Убраться во дворе ветерана войны – особая честь, говорят ребят. Ученики 144-й школы старательно подметают дорожки и выносят мусор с газонов. Яркая форма и энтузиазм – визитная карточка школьников. Денис Галаев. Субботники и общественные акции предпочитают скучному сидению за партой. Уверен, в коллективе любая работа в радость. Здесь друзья. Мы убираемся. Помогаем ветеранам. Ведь когда-то они нам помогали, без них бы не было и нас. Поэтому это наш долг. Желающих навести во дворе ветеранов марафет оказалось немало. К школьникам охотно присоединились местные жители. Инвентарь был нарасхват. Паше чуть меньше двух лет. Пока даже непонятно, он держит метлу или держится за нее. Но мама Паши Мария, глядя на хозяйственного сына, только радуется. Говорит, от субботников одни плюсы. Хочется, чтобы детки бегали, играли. Им было приятно, весело, полезно для здоровья, фигуры и прочих радостей. Убираться в районе школьники будут до конца месяца. Дворам, где живут ветераны, особое внимание. Какая отдельная тема? Вот мы начали разговор уже во время сюжета. Еще отдельную тему Надежды хочет затронуть. Да нет, это адресная, опять же, помощь ветеранам. Касаемо, что у нас поступило предложение еще раз после субботника и перед 9 мая обойти те дворы, те места, где у нас часто бывают ветераны, где они отдыхают и посмотреть, как они убраны. Если вдруг появятся опять какие-то нарушения, эти нарушения в порядке, устранить, чтобы город у нас оставался чистым не только в какой-то определенной... Надежда, вы сказали, что значительно больше волонтеров принимает с каждым годом участие в весенней неделе добра. А кто еще может присоединиться к этой акции, вот если сейчас услышит, и у нас остались еще и дни, и хочет чем-то помочь? Вот какой алгоритм действия, механизм, куда обращаться, какую помощь, кому предлагать? Обращаться непосредственно можно к нам в центр, но у нас более общая информация. Мы предоставим вам по образовательным учреждениям информацию, какое учреждение рядом с вами, какое мероприятие проводят, куда вы можете прийти непосредственно. Это в рамках массового мероприятия. Для школьников, студентов, их родителей это немного проще. Практически в каждом образовательном учреждении есть свой добровольческий отряд. Либо есть у них система самоуправления, где в том числе есть вот это направление добровольческой деятельности. Там ребята знают все намного лучше по своим мероприятиям, они их привлекут. Люди же зрелого возраста сейчас могут точно так же обращаться в центры социального обслуживания. С нами сотрудничают абсолютно все центры социального обслуживания. И в муниципальных районах, и в городском округе Самара. У них точно так же есть информация по весенней неделе добра. Можно, говорит, получить вот все, что им больше понравится. Так как они захотят себя проявить, ну, наши контакты, телефоны, Центр развития добровольчества, 333-58-41. Есть также информация в социальных сетях, мы должны вот уже буквально начать выкладывать это все о тех мероприятиях массовых, где требуется помощь добровольцев. Понятно. Вот сегодня как раз отмечается, по-моему, Международный день донорства, да? Национальный день. В России только, да? Скажите, пожалуйста, на этой неделе вот добровольчество было к этому какая-то тоже тематическая акция приурочена или нет? Ну, естественно, у нас сегодня объявлен День донора, День здорового образа жизни. На самом деле на станцию переливания крови поступило очень много заявок из желающих ребят, которые бы хотели стать донорами. Мы за сегодняшний день еще, к сожалению, не получили данных, которые ребята пришли, которые будут участвовать. Всего в рамках весенней недели добра хотели бы сдать свою кровь около 120 человек, ребят. Опять же, есть у нас такая, так называемая, вторая волна ребят, которые пойдут на сдачу крови, которые просто, ну, никак они не поместились. Никак не может их принять, к сожалению, единовременно станции переливания крови в таком количестве ребят. И еще, кроме весенней недели добра, хоть мы и называем ее одной неделей, понятно, что мы не делаем добро только вот с 18 по 25, еще нам станция переливания крови обещала провести большую акцию по сдаче донорской крови в начале июня. Понятно. Злата, скажите, вы уже участвовали в такой акции сдачи крови? С сожалению, нет. Я никак не дойду, честно, до пункта сдачи крови, потому что... А там есть какие-то определенные требования или что? Или можно прям прийти, вот услышал и пошел? Как вот к этому готовиться? Ну, вообще, то есть, все равно к сдаче крови нужно подготовиться. Это элементарно. Здоровый сон должен был в день. Вы высыпаетесь и... Да, мы много работаем. И все равно, то есть, небольшая диета, то есть, там, ничего очень острого, очень соленого, то есть, все равно вот такие правила, они есть в интернете, также на пункте сдачи крови. Да, понятно. Еще заявлена одна тема вот в рамках этой недели добра, экологическая, да, День экологии тоже будет. Скажите, пожалуйста, в этом отношении что могут сделать добровольцы? Вообще, мне кажется, вот лично свое мнение выскажу, что эта вот тема сегодня, экология, должна становиться темой номер один, потому что экологические условия нашей жизни все ухудшаются и ухудшаются, к сожалению. Вот как вы будете этому противостоять? Чем можете помочь нашей природе? Ну, на самом деле, я, наверное, не соглашусь, что это должна быть тема номер один. Все темы должны быть в равной степени важны, и все они нам очень нужны, так же, как и здоровый образ жизни, так же, как и поддержка нуждающихся слоев населения в этом, в нашем регионе. Но, тем не менее, Международный день Земли у нас проходит 22 апреля. Это одно из традиционных мероприятий, к которому у нас идет, опять же, традиционная привязка к весенней неделе добра. Она все время проходит в третью декаду апреля, и у нас все время включается... А конкретно что вы делаете вот в этот день? Это, опять же, вот уборка физическая или что-то еще? Ну, как правило, если мы говорим об экологии, это все-таки в основном расчистка определенных территорий. Но единственное, что здесь могут участвовать и помогать в уборке территории не только, например, своего образовательного учреждения, либо какой-то общественной организации, но и куда-то выходить более... Не могу, к сожалению, не помню, какая школа проводит у нас в этот день большой такой интересный рейд, экологический автобус. Есть определенный маршрут, где они делают свои остановки, и рассказывают о правилах нашего благоприятного экологического поведения. То есть это, по сути, агит-бригада, организованная школьниками, которые говорят нам о безопасности окружающей среды. Да, потому что воспитательные моменты очень важны, потому что мы видим, да, что и взрослые бросают мусор, и дети, и все подряд. Естественно, также в рамках этого дня у нас многие образовательные, опять же таки, учреждения, не только, начинают высадку каких-то своих растений, озеленений, начинают оформлять клумбы. Любая работа, которая связанная с землей, она ложится на этот день. Понятно. Еще одно направление, вы уже о нем упомянули, помощь детям, нуждающимся семьям. Скажите, пожалуйста, где вы берете эту информацию о том, что эти люди нуждаются, и как вы распределяете вот свои ресурсы, и чем можете помочь нуждающимся людям? Ну, как правило, о том, что есть где-то такая семья, к нам поступает информация непосредственно от других добровольческих отрядов, которые нам просто говорят, что они в полном объеме сами не могут организовать и провести им помощь. Например, у нас в том году очень была актуальна ситуация с помощью беженцам из Донбасса, когда мы собирали для них непосредственно вещи в нашем центре, и потом уже передавали, приглашали их. Они сами смогли выбирать вещи первой необходимости, которые были у нас на руках. Как бы эта информация поступала к нам снизу. Есть информация, когда к нам непосредственно сами звонят жители, зная телефон, зная информацию. Опять же говорят, что им необходима какая-то помощь. А в чем она? Нуждающиеся люди, в чем они нуждаются, в какую помощь им оказываются? Как правило, наша задача более консультативная. Мы знаем людей, которым нужна эта помощь, также мы знаем людей, которые могут оказать эту помощь. Наша задача их соединить, помочь им в каком-то диалоге, помочь им договориться, чтобы им была оказана определенная социальная услуга. Злата, вы сказали, что вы работаете с детьми, вы только их веселите и играете, или вот есть такие моменты, о которых Надежда сегодня говорит, что дети в чем-то нуждаются, и вы им тоже можете помочь? Ну, лично я, то есть в основном... Или только с веселым таким. Ну, лично я работала только с детьми, вот именно, то есть это игры, какие-то образовательные тренинги. Ну, дети, это имеется в виду разных возрастов, это могут быть и школьники. А вообще, в принципе, в Центре развития добровольчества, то есть бывает и помощь на дому детям-инвалидам. Вы пока в этом не участвовали? Ну, лично я, нет, не участвовала. Ну, на самом деле, Злата хитрит, она косвенно в этом участвовала. Если вы помните, я в самом начале передачи рассказывала про девочку, которой мы помогали. Наша студентка, это как раз девушка, которая из-за врачебной ошибки оказалась в инвалидном кресле. В процессе своей работы, вот так вот, не напрямую, конечно, но Злата проводила также акции, которые помогали нам собирать деньги на приобретение ноутбука для этой девушки. Да. Ну и в заключении, 25-го числа у вас будет День молодого добровольца. Что это за день, чему вы его посвятите? Тоже расскажите, чтобы у нас все зрители были в курсе. Ну, на самом деле, это, по сути, формальное закрытие акции. Я говорю формально, потому что добро у нас не заканчивается, как я говорила, 25-го числа. Это признание труда добровольцев, официальное в их организациях, в их учреждениях. Это возможность сказать ребенку, взрослому человеку, любому добровольцу спасибо за его труд. Это всеразличные молодежные акции, которые, опять-таки, популяризируют добровольческое движение у нас в регионе. Мы надеемся, что у нас присоединится активно наша администрация, наши органы исполнительной власти, которые выйдут также в своих районах, увидят, может быть, некоторых ребят, примут участие как раз в акциях, приуроченных к этому дню, смогут сказать ребятам спасибо. Тогда наши добровольцы смогут работать еще лучше, еще активнее. Да, Злата, и последний вопрос, очень коротко. Скажите, пожалуйста, вы кого-то привели после того, как вы случайно зашли на форум? На форум, да. Своей сестру младшей. Своей сестру младшей, уже волонтера. Да, ей 11 лет. Замечательно. Ну что ж, спасибо большое вам за такую работу волонтерскую. Всего вам самого хорошего, лично вам. Удачи. Я прощаюсь и с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова